Друзья, всем привет! Сегодня я нахожусь в библиотеке. Окунемся с вами в сербский фольклор и мифологию. Мифические существа, в которых верят сербы, могут стать вашими кошмарами. Это не я, это мой друг Пашка. А это его подруга Наташка. Начнем с вампиров. Кто такие вампиры, объяснять не буду. Самым известным вампиром был Крафт Дракула. Но мало кто знает, что само слово «вампир» – сербского происхождения. И первым сербским вампиром был Петр Благоевич. Это сербский крестьянин, который, как считалось, стал вампиром после своей смерти и убил 9 своих односельчан. Этот случай был самым ранним, одним из самых нашумевших и хорошо задокументированных случаев. Жил он в середине 18 века, в 1725 году, и за его смертью последовала череда других внезапных смертей. За 8 дней погибли 9 человек. На смертном адре жертвы якобы утверждали, что Петр задушил их ночью. Кроме того, жена Петра заявила, что он навещал ее и спрашивал у нее о своей обуви. Как-то Петр вернулся в свой дом и потребовал еды от своего сына. И когда сын отказался, Петр жестоко убил его, вероятно, кусая и выпивая его кровь. Жители деревни решили выкопать тело и осмотреть его на наличие признаков вампиризма, таких как отрастающие волосы, борода и ногти, а также отсутствие разложения. Для расследования этих событий извейно прибыла комиссия с уполномоченным Фрумбальдом. Тело было выкопано и обнаружилось, что волоса и борода отросли, появилась новая кожа и ногти, а старые отслоились. Во рту виднелась кровь. После этого люди вбили осиновый кол в сердце, в результате чего через уши и рот трупа вытекло большое количество совершенно свежей крови. Наконец, тело сожгли. После этого ночные визиты вампира прекратились. Но это не единственный случай в Сербии. Был еще мельник Савва Саванович и жил он в селе Зарожье, на старой водяной мельнице, далеке Рогачица. В деревне говорили, что он убивал и пил кровь мельников, когда они приходили молоть зерно. Баба Рога Моро пугает и похищает непослушных детей и уводит их в свое логово, но может навредить и взрослому человеку. Моро Это мифическое существо из славянской мифологии, которое ночью сидит у вас на груди, не давая вам дышать. Моро Моры могут быть как дочерьми ведьм, так и девушками, состоящими в отношении с дьяволом. Хотя моро и ужасны, они не очень опасны, по крайней мере, пока не выйдут замуж. Сменив статус, они становятся ведьмами. А до тех пор могут только мешать дышать во сне и вызывать кошмары. Если вы когда-нибудь испытывали сонный паралич, то, скорее всего, к вам приходила Мора. Буковац Буковац – это демоническое существо сербско-хорватской мифологии, похожее на вампира-вурдалака. Верование в него зафиксировано в регионе Срем. Буковац описывается, как шестиногий монстр и покрытый слизистой кожей с большим ртом, длинным хвостом и огромными изогнутыми и оленями рогами. Обитает он в больших водоемах, ночью выходит из воды, наводит много шума, прыгает на заплутавших людей и животных и душит их. Дрекавац является мифическим существом в южнославянской мифологии. В Восточной Сербии его изображали в виде гуманоидного собачьего существа, передвигающегося на задних лапах. Первоначально считалось, что Дрекавац происходит из душ грешников или детей, умерших некрещенными. В народе считалось, что его можно увидеть только ночью, особенно в течение 12 дней Рождества. Друзья, поделитесь в комментариях о монстрах, которыми вас пугали и которых вы боитесь до сих пор. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok